Друзья, вы просили показать нас кейс, как обычный человек с нулем денег из региона может переехать вот конкретно в Санкт-Петербург, культурную столицу России, и с нулем денег открыть здесь свою небольшую, но доходную сеть. Спасибо. Привет, Антох. Я думаю, мы не будем рассказывать твою сложную судьбу и акцентировать на том, что ты с нулем денег переехал, практически с нулем денег, просто взял, собрался, переехал в Питер. Просто скажи, что это было так. Да. Ну, так и было, честно. Ну, было у меня тысячи, наверное, с собой, да. В смысле, в Питер со 100 тысячами? 100 тысяч. Ну, вот, ребята, вы понимаете, да, человек переезжает в Питер 5 лет назад, и через полтора года, я так понимаю, ты открываешь вот эту первую свою Бургену. Через год-полтора примерно. Да, я тогда приезжал в Питер, там был какой-то турнир по Контер-страйку, и Антоха мне говорит, Паха, пойдем покажу, типа, вот бургерная, типа, я открыл, там какой-то киосочек, я вижу, что все супер простое, но я думаю, ну, блин, молодец, пацан, типа, красавчик, ну, типа, взял и занялся. Сколько, кстати, у тебя та первая твоя бургерная вышла денег? Ну, ты же по-любому ее прям суперэкономил, открывал. Ну, я смотрел варианты готового бизнеса вообще, и там был что-то типа готового бизнеса, там было кофе с собой, какие там бутерброды, сэндвичи были. Я купил это как готовый бизнес за 450 тысяч снизмен память, и я брал кредит. Так делать нельзя, но я так сделал. Никаких кредитов, ребят, просто никаких кредитов никогда. На крайняк продать машину. Сколько у тебя было своих денег и кредит? Я взял 500 кредит, ну, с запасом. 450 мне это все обошлось, но там 50 еще запасик оставался. Я при этом работал сам по найму в тот момент в автосалоне машины продавал в Kia, и вот параллельно вот начал пробовать что-то свое. То есть ты за 450 тысяч купил готовый бизнес, 50 еще у тебя было сверху от кредита, и ты же сколько-то еще добавил на эту точку, правильно? Нет, 450 мне обошлось подключить. Вот все подключил, и ты вышел, ну, не ты, а там кто-то вышел уже там делать бургеры и готовить, правильно? Там было двое сотрудников на точке, которые там работали, и я, да, они остались. Ну что, ребят, 500 тысяч, мне кажется, тут все, кто смотрят, могут найти, да, если у кого-то есть там вопросы, и кто-то хочет открыть бизнес. 500 тысяч, мне кажется, сегодня это вообще не настится. Сегодня это уже... А если бы ты сегодня ее открывал, вот ее же в суперпростом формате, мы куда-нибудь фотку вставим, сколько бы это денег? Ну, я думаю, где-то тысяч на 200 дороже. Тысяч на 200, ну, что там рост отца на аренду? Плюс минут там, 600, ну, в 600 можно уложиться, да. Вот сколько месяцев она у тебя минусила, это точно? Я, когда покупал, мне сказали, что там прибыли примерно 50 тысяч, я вообще примерно проверил, примерно так и получалось. Оказалось, что она минусовая, где-то в минус 50 она работала, ну, как готовый бизнес. Через месяц я уже примерно вывел ее в ноль, и где-то еще через месяц она начала уже там потихоньку давать плюс. Как ты мог ее сравнивать по скука на приносите, если это вообще другая ниша? Ну, я покупал изначально как прибыльный бизнес, он оказался не прибыльный. Я ошибка была, давай сразу, вот прям людям, ну, вот, какую-то... В то время я в еде ничего не понимал, я никогда не был связан с едой, для меня это был абсолютно новый бизнес, но я для себя давно хотел попробовать что-то такое в формате стрит-фуда, фаст-фуда, а, соответственно, вот, ну, попробовал даже... Слушай, если кто-то будет также покупать готовый бизнес, связанный с едой, вот где твоя конкретно была ошибка? У человека сейчас посмотрит в кого-то... Конкретно моя ошибка была, ну, есть такое понятие, как фудкост. То есть есть маржа, есть фудкост. Это сумма, затрат, ну, себестоимость, грубо говоря, продукция. Мне сказали, что на кем-то 25, примерно 30% у того бизнеса, который я покупал как готовый. Когда я уже в них все посчитал и перечитал, она оказалась там 50-60%. Ого! Ну, вообще, насколько я помню, помните, мы снимали Free Company с Юрием Левитасом, и там фудкост был, вот, не соврали, ну, по-моему, до 40% где-то он. И я так понимаю, что вообще в еде и вот в фаст-фуде вот 30-40% это вот средний такой фудкост, да? Именно в ресторанах бизнесе, если мы говорим про рестораны полноценные, у них считается примерно 25% фудкост. Нет, а если мы говорим про стрит-фуд, да, где-то 40%. Ну, 40% это уже вверх, правильно? 40% это нормальный, как бы такой стандарт, наверное. За хорошее качество цена, так скажем, да? Будьте любезны, тогда один сырный. Возьми крутой Уокер. И другой крутой Уокер. Упаковано кайф, мне нравится. Так вот. Купенько. Блин, мне очень нравится. Поверьте, я в бургерах знаю толк. Норм? Да? Возвращаясь, улыбнулся. Леха вообще привередливая к еде, кстати. Ему все время все не нравится. Почему бургерная? Когда я еще жил в Благовещенске, если ты помнишь, наверное, может быть, помнишь, там была такая штука, как автокофе называлась. Да, да, да. Наше не подъезжаешь, берешь там кофе, там пиццу, ролл, что-то такое было, да. Всегда была популярность, всегда люди ели. Я в тот момент занимался из компании «Автоход», автосервис крупный в Благовещенске, кстати, рекомендую в Благовещенске. Я там около пяти лет проработал с партнером, вот с Демьяном. Мы туда часто заезжали покушать, там была всегда очередь. Когда был кризис, в автосервисе очень плохо шли дела, то есть мы там минусовали жестко, как бы приезжали в этот автокофе покушать, там всегда народ. Я для себя просто где-то в голове отложил, что когда я буду заниматься бизнесом в будущем, это будет связано с едой. Потому что как бы тяжелого не было, какой бы не был бы кризис, люди всегда будут кушать. Всегда будут кушать. И как тут пришли бургеры? Соответственно, я хотел что-то с едой. Бургер, но я просто люблю бургеры. Ты делал какую-то аналитику вообще? Ну, то есть, типа, вот эта локация норм. Типа, как ты? Или ты просто, да, давайте куплю, что? Так, мне хватает 500 тысяч, типа, вот единственное место в Питере, где мне хватило. Нет, были еще места, но я хотел ложиться туда в полмиллиона, такой был психологический барьер. И хотел, чтобы это было связано с кофе и с едой. Соответственно, я нашел готовый бизнес в этом направлении, с которого как бы стартанул, дальше пошел. То, что там будут бургеры в будущем, я еще не предполагал. То есть, ты даже не знал, что ты просто купил, было связано с едой? Я понимал, что можно в этом формате готовить какую-то еду. И я думал, что еще можно силами, ну, как бы маленького помещения, маленькой кухни, одного человека в смену, чтобы была низкая точка безубыточности. Что можно открыть, что можно еще готовить, кроме сэндвичей, бургеры, бургеры. То есть, верно ли я понял, ты купил за 450 косарей какую-то точку, которая делает еду, продавал сначала то, что они делали, потом понял, что это дерьмо, переформатировал это. Нет, я сразу понимал, что я буду это переделывать, сразу понимаю. Все, я понял, окей. Аналитики не было, получается, было просто вот тупо уперся в деньги. Аналитика была, их текущие там чеки, сколько у них клиентов, я пообщался с продавцами, которые там были, как бы, ну, и решил, что, в принципе, это место может жить, его можно развивать. То есть, на основе этого, взяв старт с этого, я могу двигаться дальше. Сколько сейчас у тебя уже точек? Сейчас пять. Пять по Питеру в разных районах? В разных местах, еще в течение двух месяцев еще две откроются. Сколько за эти три твоего года ты открыл, закрыл, и вот сейчас осталось пять? Одну закрыл, было шесть, одну закрыл буквально недавно. Причина? Но причина – резкое увеличение аренды, несоблюдение договора арендодателям, и, в принципе, это основная причина. То есть, у нас была договоренность по аренде определенной, прописанной в договоре, была договоренность, что не будет прямой конкуренции рядом на площадке. Ну, ты его перевозишь, я так понимаю, эту точку. Вот в одну из... Это футрак тоже, я сейчас просто увез поставил у себя на участке, как бы... А, на будущее? Я в марте, в апреле открою в другом месте. А, все, я понял. То есть, в принципе, деньги я не потерял. Окей, я понял. Ты, я думаю, открыл еще не очень момент, потому что ты открывался в зиму, да? Нет, в июле. Ну, я имею в виду, что ты открывался в осень. А если бы ты открывался к весне, то тогда продажи были бы больше. Ну, идеально было бы в мае открыться. Ну, апрель-май. Ты понял, да. Я имею в виду, что лучше в этом бизнесе открываться... Апрель-май. Апрель-май. Май лучше. Была ли твоя ошибка, что ты открылся в июле? Не критично, но лучше было бы в мае, да. Окей. Сколько стоит разработать рецептуру? В нашем случае, это было бесплатно. Не в твоем, а вот, понятно, если у вас стартап, вы разрабатываете ее сами, находите друга, повара, я не знаю, как там мыслите? Да, совместно с ребятами, ну, даже больше они, они, потому что у меня, повторюсь, опыта именно в поварском деле не было. Соответственно, ребят разрабатывали, да, рецепты холдогов, бургеров. Мы все это пробовали, дегустировали, делали дегустации, пробовали люди, бесплатно дегустации делали. Люди говорили, это вкусно, это невкусно. В итоге мы что-то меня оставили, что-то убрали. Сколько? Просто вот трафик мимо шел, мы, то есть, звали, просто... Попробуйте скажите, грубо говоря, да, попробуйте, вот это вкусно или нет. Ты понимаешь, что это, наверное, неправильно было? Или правильно? А, ну, хотя, другой стороны, ты ловил прям трафик, который шел на тебя, который именно там шел, да. Ну, да, нормально. В целом, я думаю, это было правильно. Мы потратили какую-то там часть денег на то, чтобы попробовать, проработать. В итоге оставили позиции, которые в нем зашли. И они где-то не совпали с тем, что думали мы. Это тоже важно, потому что есть субъективное мнение, есть объективное. То есть важно именно максимум людей собрать, именно целевой аудитории, понять, что нравится им, они что нравятся тебе. А, ну, это, ой, это, который здоровый, да, 430 грамм. О, это, барбекю соус. Тут две котлеты, да? Не, вкусно. Куринго. Прям такой домашненький бульгер. Итак, точки минусила 3-4 месяца. Нет, 2. Два, да, потом она вышла 0, потом начала приносить какие-то деньги, да? Как ты ее раскручивал? Именно в данном случае здесь важен внешний вид, он был очень плохой. Да, я сделал. Плюсует. Мы сделали внешний вид привлекательный. Мы, в принципе, сделали бренд, разработали логотип свой. Мы сделали фирменный стакан, они были просто белые, там без ничего. То есть мы сделали фирменные стаканы, фирменные пакеты, фирменную упаковку. Ларек забрендировали, сам павильон торговый. Хорошо. Первая упаковка. В этом бизнесе, в этом формате, самое главное, это именно мимо проходящий трафик. Важна локация. Вот мне повезло, я, в принципе, там, ну, угадал с локацией, можно сказать. Короче, просто тебе повезло. Давай вот резюмируем. С локацией я угадал. Есть такая штука, называется правило 3П. Position, position, position. Самая главная локация и позиция, да. Следующие точки, как ты уже открывал? Вот у тебя уже был опыт. Следующие точки, ты через сколько? Дело в том, что я года полтора не развивался в плане масштабирования. Я продолжал работать по найму в автосалоне, и у меня существовало точка это. То есть на мне какой-то там пассивный доход небольшой приносило, и все. Мы потихоньку нарабатывали какие-то позиции, что-то там убирали из меню, что-то добавляли. Мы очень много перебрали поставщиков, там, булок, котлет, соусов, всего. Мы пробовали, постоянно искали лучший вкус. И мы делали ребрендинг, у нас был другой логотип раньше. Мы меняли потом его, меняли все. И вот за полтора года, так не спеша, мы пришли к той модели, что я на нее смотрю, она мне нравится. То есть я думаю, вот это теперь можно масштабировать. И вот только спустя полтора года, то есть вот два года как, я начал масштабирование. Потихоньку, не спеша. Соответственно, дальше уже точки остальные, там был павильон, а все остальные точки у меня футраки. Вот типа вот как здесь, правильно? Примерно такого, да. На базе Мерседеса 38. Как ты открывал следующие локации? Вот важный вопрос. Здесь все сложно, потому что я для себя тоже прикинул, что я хочу открывать в формате футраков, потому что это безопасно. Потому что если что-то пойдет не так, если я неправильно выберу локацию, то я просто перееду на другую. Футрак дороже. Футрак дороже. Позволь я прикину. Если там ты открыл точку там за 500, и сейчас она стоит 700, то по моим ожиданиям футрак, у нас опять же есть еще опыт с фридок, что там открытие где-то в полтора миллиона. Ну я думаю футрак это полтора-два миллиона открытие точки. Угадал я, нет? В 800 миллион. А, да? О, ну нормально, это вообще недорого. То есть в принципе сам футрак, вот именно такого формата, стоит там ну примерно 300 тысяч. О, ну прикольно. Ну его нужно сделать как бы нормально. Ну, Мерседес 308, грузовик стоит примерно 300 тысяч. Локации все-таки, как ты выбирал следующее? С этим тяжело. Дело в том, что вообще найти место под футрак, ну по крайней мере в Питере, крайне тяжело. Потому что, ну стать где ты хочешь не получится, на городской земле, если ты просто встанешь без спроса, ну тебя штрафуют просто и прогонят. Соответственно нужно вставать на частной земле. И те, кто готов тебя туда поставить. Плюс там должны быть люди, должна быть целая аудитория, должен быть трафик, потенциальные клиенты. Поэтому таких мест в Питере очень мало. То есть администрация прийти до Гриста и сказать, вот у вас есть участок, можно я здесь поставлю футрак, не получается. Я думаю нужны хорошие связи, чтобы это сделать. У меня таких связей нет. Короче, ты ищешь какую-то коммерческую землю. Конкретно здесь, это вот торговый центр тратит. Здесь земля принадлежит, да, Владимирскому пассажу. Получается есть трафик от торгового центра, ты договоришься с ними, ставишь вот здесь футрак. Сколько там, сколько стоит аренда? Она здесь очень сильно варьируется. Ну то есть, когда я здесь изначально вставал, около 100 тысяч была. Ого. Но это очень много. Да? Но мы стояли не здесь. Дело в том, что мы здесь уже немножко сместились из-за новогодней ярмарки. Мы стояли на первой линии на Рубинштейна. И мы ориентировались на трафик, который гуляет по улице Рубинштейна. Это главный ресторан на улице Питера. То есть, на трафик с торгового центра мы не ориентировались. И летом здесь, особенно там пятница, суббота, вечер, ночь, здесь очень хорошие выручки. Кстати, чтобы сократить просадку зимой по выручке, мы сейчас пробуем коллаборацию с Беггинс Кофе. Ну что же, друзья, наконец-то мы открыли нашу новую локацию в ЖК Новая Купчина. Это коллаборация с Беггинс Кофе. Стройка, подготовка все вместе заняло около 2-3 месяцев у нас. Было потрачено с нашей стороны около 3 миллионов рублей на весь этот проект. В данный момент мы работаем не так давно, пару недель. Сейчас у нас цифры следующие. В будние дни это примерно 10-15 тысяч выручки. В выходные дни больше. Это где-то 20-30 тысяч выручки. В целом цифры пока не высокие, но даже при этих цифрах мы уже выходим примерно на чистую прибыль около 100 тысяч рублей в месяц. Жилой комплекс комфорт-класса пока что заселен на процентов 20-30 всего, поэтому в будущем цифры будут расти. Будем набирать популярность. Соответственно, ждем здесь как минимум роста 2-3 раза, а то и в 4. Также приятного дела доставка. У нас подключены наши партнеры. Это Delivery Club и Яндекс.Еда. Доставка здесь уже с самого старта прям неплохо качает. То есть ее цифры по доставке я в указанные цифры по выручке не включал. Доставка у нас примерно здесь от 6 до 15 тысяч рублей в день также колеблется. Также особенностью данной точки является то, что мы не рассчитываем на трафик из других частей города, на какой-то проходящий мимо трафик. Это закрытый двор. И рассчитываем только на жителей данного жилого комплекса. Дело в том, что здесь очень большое количество квартир, около 5000 квартир. Самое главное держать высокую планку качества и обслуживания наших дорогих любимых листей. Еще хочется отметить, что для нас это принципиально новый формат. Можно сказать, что мы до него выросли. С формата павильона, футрака, дошли его до полноценного заведения. Была проделана огромная работа, связанная и с ремонтом, и с мебелью, и с дизайном новым, с расширенным меню. Поэтому растем, развиваемся. Дальше будет еще больше. Приезжайте, вкусно покушать, попить кофе, хорошо провести время. Какой трафик? Сколько ты считал? Сколько нужно мимо проходящих людей в час? Или как это замер вы делали? Изначально я считал трафик, но это не всегда идет в плюс. Объясню почему. Допустим, у нас есть локации на проспекте науки, на большевиков 5 лет. Мы стоим там очень близко к метро, максимально близко. Трафик сумасшедший. Когда я открывал точку там, я его даже не считал, потому что там, ну, визуально ты смотришь, он, не знаю, в 100 раз больше, чем там на моей первой точке. Просто в 100 раз. Я думал, вау, тут просто золотая жила. Срочно встаем, я там все нашел место, встали, все, я думаю, сейчас просто деньги поплывут рекой. Нет, не поплыли вообще, от слова совсем. Не решает, как оказалось, трафик не решает. Вообще не решает. Именно в моем формате, именно в этом бизнесе и в этом городе нет. Хорошо. На что обращать внимание? Дело в том, что мы продаем бургеры, которые стоят там у нас от 200, там до 450 рублей. Это такой, как бы, ну, средний формат. А когда ты стоешь возле метро, оттуда выходят люди, ну, как правило, есть, конечно, среди них там обеспеченные, но, как правило, нет. Трафика много, но не целевой абсолютно. Рядом с нами было натыкано вот куча таких штук, ну, типа мини-пекарен, где продавали реально беляши, чебуреки, вот такие вещи. Шавуха. По 50 рублей. Нет, шавуха – это другое. Шавуха – это другое. Вот именно там беляши, чебуреки, пирожки с капустой, с картошкой за 50 рублей. Их брали, очень хорошо брали. Бургеры за 200 – нет. Окей, тогда на что смотреть? Важно именно наличие твоей целевой аудитории. То есть есть разные форматы. Можно встать на трафике, но где есть целевая аудитория, например, здесь на Рубинштейн. Летом здесь целевая аудитория, ее много, то есть это, ну, прям супер-помбо. Есть у нас, например, точка на Петроградке, на улице Газовой. Там такое, как бы, офисная территория, скажем так, там много офисов. Ну, есть еще какие-то там спортзал, там что-то, скалодром, что-то вот такое. Там трафика мало, но он очень целевой. Ребят, хожу по Питеру, забираю у пацанов телефон, заставляю подписаться на мой канал. Ну, не выдуждайте меня уже на такие меры идти, просто подпишись, е-мое. Слушай, расскажи, постоянно как сейчас ты берешь бургеры? Раз недельку? Ну, да, да. Тут прикольно то, что я вообще, типа, переехал в центр, когда очень тяжело найти нормальное место, именно фастфудное, потому что обычно все перес... ну, вот, типа, шавермы, бургеры. Ну, бургеры просто дороже стоят, чем шавермы, а там обычно всякое мясо, типа, пересушенное, непонятно, сколько оно стоит, типа. Я сам был свидетелем, как, типа, сухое мясо там заливают соусами, чтобы оно не воняло просто. О, погоди, погоди. Сколько ты сейчас отдал? Копейки 330 рублей. А сколько, вот, психологический предел за сколько бы ты? За один бургер. Нет, вот сейчас ты взял, там что, только бургер? Там, да, 300, что? 330 рублей. Хорошо, а если бы 400 стоило, брал бы? Да. В принципе, то есть для тебя 400... Вот этот бургер нормально, там, 400, 450 рублей, наверное. Антоха, ну, ты не дорабатываешь, понимаешь? Поднимать не надо. Подожди, 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 где, я что-то не понял. Вот сейчас мы Антоху подребем, кстати. Дай, держи. А ты собираешь лиды? У тебя не спросили ни номер телефона, правильно? Нет, нет, в смысле, там есть приложуха. А, вот я QR-код перед этим. Какой QR-код? Там есть приложение, там, нет, нет, не то. Это не то. Ты же не знаешь его телефон? Ты знаешь, что это уже нет. Нет, подожди, ты его сейчас знаешь, его номер приложения. И ты можешь ему написать, спросить, как дела. Ну, типа, все ли, и ты этого не делаешь. Пока нет. Бля, как вы с***ли, а? В смысле, я просто вот горю. Вот у него есть база, он ее собирает. Вот ты сейчас ушел, можно, в смысле, настроить бота, который просто через 5 минут пришли, ты, ну, ватсап, ну, видишь, телега есть не у всех, телега есть не у всех. А вот ватсап можно настроить сейчас так, что ватсап ему напишет, просто сообщение. Ватсапом никто не пользуется. И ватсапом никто не пользуется. Бля, это питер, детка, я понимаю, хорошо. В телеге еще проще. Просто ватсапе это дороже, я тебе просто, ну, объясняю, в телеге это бесплатно. И то есть пишет бот, просто одно сообщение. Тебя как зовут? Александр. Саня, ну, там, типа, уважаемый клиент, оцените покупку бургера по 10-бальной шкале. А там тоже предъявляют. И ты пишешь просто 10. И у Антоха спит спокойно. А если ты пишешь 3, то у него там все, пожары, он там выясняет. Но сейчас-то он тебя не спрашивает. А это хуёло, понимаешь? Антон. Нет, телеграм-бот реально удобнее. То есть, типа, скачивать очередное предложение под каждое. Ты выясняешь, что 95% людей ставят там десяточки условно. То есть, им все нравится. И ты такой хлоп, поднимаешь цену и смотришь, что дальше. Ну, логично же. Ну, то есть, у тебя хлоп, выше чек, ты больше зарабатываешь. Если вдруг видишь спад продаж, ты отправляешь им смски, я вернул цены, ребят, типа, старел, да это было неправильно. Ну, все. Блядь, надо их учить всему, понимаете? Ё-моё. У меня очень низкая точка безупыточности. У меня работает один человек на смене, который и бариста, и повар, и кассир. То есть, три должности в одной. И у нас точка безупыточности очень маленькая. Сколько у тебя фудкост? Сейчас около 40%. А вообще в среднем? Ну, сейчас, в смысле, это от сезона зависит или от чего? Ну... И, ну, соответственно, был фудкост примерно 50%. Сейчас, ну, просто я понял, что это не очень рентабельно и вынуждает обстоятельства роста аренды, налогов и всего остального делать выше оценку. И она теперь 150%, то есть фудкост 40%. Сколько тогда чистая прибыль в процентах пока обсудим? То есть, вот у нас 100%, 40% фудкост, сколько-то еще процентов, это у тебя там операционные расходы, типа там аренда, зарплата, налоги и так далее, да? И сколько вот из этого всего остается чистой прибыли? Очень зависит от точки и от сезонности. Ну, она... Давай в среднем погоду возьмем. От 0 до 25% калибрится. Сезонностью этого бизнеса? Очень ярко выражено. Летом сезон с мая по сентябрь. Ну, с мая по август-сентябрь. То есть, прям сезон, прям вот мая, июня, денежки идут, да? Да, летом, да. Зимой, как бы... Кури-бамбук, да? Да. Хорошо, сейчас зимой на что-то выживаешь, если точки... Подожди, они в нуле, они убыточны или как, в общем? Как сейчас ты выживаешь? Часть убыточна, часть плюс и часть в нуле зимой. Выживаю на то, что заработал летом. Короче, то, что заработал летом, откладываешь, тратишь сейчас зимой, плюс те, которые прибыльные точки, тоже перекрывают часть расходов. Да, да, да. То есть, в целом, если все сложить, то вот именно январь-февраль, это такие в сумме примерно нулевые месяцы. То есть, если все точки сложить, какие-то в плюс, какие-то в минус, в целом примерно в нулевые. Сколько продаж, ну, нормально на точку? Вот сейчас плохо, это сколько продаж? Сколько продаж? Ну, это где-то 20-30 чеков в день. Какой средний чек? 350 примерно. То есть, это десятка в день выручки? Примерно. Ну, да, это десятка в день выручки, 300 в месяц. У тебя работает всего все равно два человека здесь примерно, да, они же посменно работают? Ну, посменно, да. Два через два. Аренда сотка. Нет, не сотка. Сейчас меньше. Ну, зарплата, я думаю, там в районе 40-50, наверное, да, здесь Питер должно быть? У меня фонд оплаты труда, ребятам 20% отказа и 10% от доставки. Ага, я понял. Вот. Ну, короче, вот 300 тысяч это 0 где-то, я так понимаю, да? 300 тысяч это примерно 0, да. Окей, и теперь возьмем хороший месяц. Ну, это с доставкой вместе. Я понял. И теперь возьмем хороший месяц, вот ты говорил, там, с мая по... Август, сентябрь. Да. А это вот сколько чеков? 100-120. О, нормально. То есть, в смысле, 100-120? В смысле, это под миллион выручки? Да. Да ладно? На фултреке? Да. Ну, это именно, это цифры из Петроградки. А, ну, но, но это типа самое... Это лучшие цифры. А если вот средненькие? 80-500-700 выручки в месяц. А, ну, нормально. Это на средних точках, на хороших около миллионов. Здесь просто не нужно никого никуда привлекать. Ты встал на трафике, ну, тебя видно. Люди проходят мимо тебя, они подходят и берут, кушают как бы все. Немножко рост клиентов базы идет со временем, но нет такого, что ты там, ну, раскачиваешься, то месяц, два-три минусуешь. Если встал, у тебя пошло, значит, нормальное место. Если встал, не пошло, оно уже не пойдет. Процент доставок, насколько изменился до пандемии сейчас? Очень сильно зависит от точки и от сезонности. У меня в зависимости от сезонности доставка зимой очень сильно растет, летом падает и наоборот. Итак, Антон, давай зафиксируем, сколько приносит бургерная в среднем? От нуля до 200. От нуля до 200. Окей. Короче, зима 0, лето 200, средняя 100. Так честно будет? По хорошей точке, да. По средней? По средней делим на 2. Окей. В чем дополнительная монетизация бургерная может быть? Ты думал, как ты еще можешь дальше монетизировать? Ну, продажа франшизы, но я не уверен, что мы будем продавать франшизы на Питер, скорее всего, будем сами развиваться. На другие города, скорее всего, будем продавать франшизы. У меня на самом деле было около 10 человек уже желающих купить франшизу, которые прям звонили, писали, приходили, говорят, продайте нам франшизу. Мы хотим, вот крутой продукт, нам нравится, потому что там постоянные гости, хотим тоже открыть, продайте франшизу. Ну, я первый, если что. Ну, давай дальше. Да. Мы говорим, что франшизы нет сейчас. Я только вот весной начал, подал на регистрацию товарного знака. Скоро должны уже зарегистрировать, соответственно. И сейчас упаковываем брендбук, делаем, ну, там, дорабатываем какие-то моменты. То есть, с марта, с апреля официально франшиза появится. Но одни люди были очень настойчивы, мы им продали, как бы, в таком сыром виде франшизу. Они уже запустились, нет? Нет. Еще? Ну, скоро. Они планируют запуститься, но перед январем, я сам отговорил, говорю, сейчас лучше не надо. Ну, не то время для запуска. Мы перенесли на весну. Также хочу сказать, что мы скоро начинаем старт продаж наших франшиз. У нас будет несколько форматов, которые уже протестированы, которые уже работают. Это формат павильона, это формат футрака, формат контейнера морского переделанного, бургерную. И формат вот такого замечательного заведения с посадкой. Оно может быть как отдельным, так и с коллаборацией, например, с Baggins Coffee. Также возможны и другие коллаборации. Франшизу планируем продавать на другие города и регионы точно 100%. На Питер пока под вопросом, но, скорее всего, несколько франшиз на Питер мы тоже будем продавать. Так что, если вы хотите открыть такую же замечательную бургерную, то, милости просим, обращайтесь, откроем. Слушай, как твоя маленькая сетка, ну, то есть, вот мы говорили про футкост, да? И вот, например, есть Black Star Burger, у которых там 100 заведений. И вот они, ну, естественно, покупают дешевле, чем ты. Но вы в одном ценном сегменте, как вот ты можешь с ними конкурировать? У тебя футкост по-любому дороже, чем у них. Плюс, скорее всего, там, доставка тоже дороже и так далее. Как вот здесь? Ну, футкост именно в процентном соотношении, возможно, у нас где-то плюс-минус одинаковый. Если имеешь в виду именно себестоимость продукции, да, неоднозначно. Я уверен, что они берут дешевле. У тебя 40% футкост, а у них 30% от цены, например. Возможно, я не знаю их футкост, я не могу утверждать. Но то, что не покупают у поставщиков дешевле, чем мы, это однозначно. Потому что объемы больше, скидки больше. Просто у них больше маржи, больше рентабельности. Но у них и вложения выше на открытие точки. В общем, мысль следующая, что если вы не можете конкурировать с большими сетями с точки зрения цены, ну, понятно почему, да, то вам нужно делать какой-то креатив. Делать что-то индивидуальное, уникальное, что вашим клиентам будет очень нравиться и за что они будут у вас покупать. Сколько финмоделей вообще в расходы ты закладываешь вот эти списания? Я закладывал около 5000, но по факту столько нет. Нет, в процентах от выручки. Вообще у нас футкост должен быть 40%, то есть с учетом оценки. Но он у нас 42-43 за счет став питания и за счет бесплатных выдач. У нас каждый снимой бургер, каждый снимой кофе бесплатно идет через приложение. Вот то, что парень говорил, да, Таркапс называется, приложение. То есть за счет этого футкост на 2-3% выше. Я бы дал совет не забирать велосипед, не открывать с нуля, а покупать франшизу. То есть если бы сейчас отмотать назад, учитывая... Я сейчас не пытаюсь продать свою франшизу. Нет, нет, ни в коем случае. Сколько денег ты потратил на свои ошибки, лучше бы ты купил франшизу. Конечно. И тебя бы там нормально повелили. Если бы считать вот с нуля, как я открыл там за эти 450 тысяч первый павильон, сколько я потом еще довложил, сколько ошибок совершил, на чем прогорел, чего не сделал, чего переделал. Что не то купил, выкинул. Миллиона там, ну, 2-3 выйдет, если все это посчитать. За все время, за эти 3 года. Вот. Лучше бы я отдал 500 тысяч паушального взноса, и мне бы все это дали готово. Собственно, все. Ну что, на этой ноте, я думаю, мы заканчиваем нашу сегодняшнюю съемку. Бургеры огонь. Идея рабочая. Антону огромное спасибо, что он поделился всем. А вы подписывайтесь на канал. Ну, где вам еще такое покажет, вот как оно есть. Так что, ребятушки, подписываемся на канал, репостим лайки. В общем, вы все знаете. Как всегда, обнял, поцеловал. Пока. Продолжение следует.